Проблема наркомании, алкоголизма и табакокурения среди подростков остается актуальной на сегодняшний день. Мы уже не раз в репортажах информационной программы «События» рассказывали о пагубности вредных привычек и зависимости от наркотических веществ различного происхождения. Но, к сожалению, проблема все еще остается острой. Если спросить любого наркомана, собирался ли он стать таким, вряд ли его ответ будет положительным. Так же, как и курильщик со стажем, закуривая первую в жизни сигарету, наверняка не думал в тот момент, что ему придется делать это тысячи раз на протяжении последующих десятков лет. Наркоманы, они где-то там, на улице, в грязных подъездах. У них нет воли, никаких интересов и увлечений. А я просто пробую и справлюсь с этой проблемой, если что. Вот так думает большинство подростков. Но они не осознают, что главная опасность в употреблении наркотиков заключается в том, что это самое, если что, наступает незаметно. В последнее время появились совершенно новые наркотические вещества синтетического происхождения – спайсы, курительные смеси или курительные миксы. Все больше подростков попадают на крючок распространителей этой отравы. Благо, в нашем районе зафиксированных случаев употребления этих видов наркотиков среди подростков не было. На каждом родительском собрании при встрече я говорю, что эти смеси распространяются. И распространяются в основном среди молодежи. Их низкая цена и очень маленькая доза, буквально десятые дохлиграмма, которые необходимы для достижения токсического эффекта, делают эти смеси очень удобными для распространителей. Сегодня на профилактическом учёте в Славинском наркодиспансере состоят 12 человек. Среди них 7 человек от 14 до 18 лет из-за употребления алкоголя. 3 человека от 14 до 18 – употребление токсических веществ – бензин и газ. И двое подростков до 14 лет, также употребляющие токсические вещества. Большую работу в борьбе с вовлечением детей в мир наркотического зла и алкоголизма должны проводить в первую очередь родители. Ведь всё начинается с семьи, а родители – это проводники своих детей в светлое и успешное будущее. Но, к сожалению, признаётся Екатерина Кадысева, многие родители допускают ошибки в воспитании своих детей. На родительских собраниях я часто освещаю ошибки, совершая родителя. Первое движение, первое желание родителей, ну почти всех – это ударить, наказать, обругать и так далее и тому подобное. В общем-то, в причинах произошедшего родители разбираться сразу не хотят. Но однозначные мои советы – если ребёнок пришёл в состояние алкогольного или наркотического обвинения, ни в коем случае сразу не разбираться, подождать, пока он придёт в себя. Ни в коем случае не начинать с наказания, а лучше всего отвезти к специалисту. Мы работаем бесплатно, консультируем, в общем-то, всех желающих. И, пожалуйста, наши двери и дорога к нам всегда открыты. Говорят, что дети рассказывают сразу то, что думают. Зачастую их мысли самые правдивые и искренние. Воспитанники одного из детских садов рассказали нашей съёмочной группе об альтернативах вредным привычкам, а также ответили на вопросы о том, что такое здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это когда занимаешься зарядкой по утрам, чистишь зубы, идёшь, тебя отвозят в садик, и ты там гуляешь. Для меня здоровый образ жизни – по утрам заниматься зарядкой и спортом. Здоровый образ жизни для меня – это спорт, хорошее питание, образ жизни. Я занимаюсь спортом. Я иногда хожу на спортивную площадку, там отжимаюсь, пресс качаюсь, подтягиваюсь. Я очень люблю сильно заниматься боксом, спортом, кушать кашу, суп. Есть яблоки, у них есть витамины, есть всё полезное, что у нас есть. Что не полезно – не надо. Спорт, заниматься гимнастикой, бегать, подтягиваться. Вредные привычки у человека – это когда есть чипсы, жвачки, много курят. Все люди разные, у каждого своя жизнь, со своими интересами, проблемами, планами. Но всех объединяет одно общее желание. Каждый хочет быть счастливым, предпочитая при этом идти своим путём, проб и ошибок. И всё-таки некоторые ошибки лучше не совершать. Слишком много горя некоторые из них способны причинить. Много дорог в жизни, по одной из которых можно пойти и остаться либо счастливым, либо ни с чем. Каждый сам делает свой выбор.